Представьте себе, что у нас в ряд стоят этот человек, каждый из которых смотрит налево или смотрит направо. По некоторому отсчету, каждый из тех, которые смотрят на кого-то, кто смотрит на него, разворачивается кругом. Ну то есть, если у нас, например, есть вот так вот расположенные люди, то смотрите, вот эти двое развернуться станут вот так, этот останется как был, и эти двое развернуться станут вот так. Понятно? Понятно, что будет, да? Вот эти двое, этот смотрел направо, этот смотрел налево, этот смотрел направо, этот смотрел направо, этот смотрел налево, вот эти развернулись, эти тоже развернулись. Задача. Докажите, что рано или поздно получится картинка, когда у нас будет вот так. То есть несколько человек будут смотреть туда, несколько человек будут смотреть туда. Мы что сразу можем заметить? Ну, вообще, когда происходит вот такая вот ситуация, переходит, то фактически вот это двинулось. Они как прошли отдачу другую. И значит, по большому счету, дело обстоит так. У нас есть такие вот скобки, и при этом у нас закрывающая скобка движется через открывающую, если они оказываются рядом. И спрашивается, в какой момент это все движение остановится. Ну, понятно. Все закрывающие двигаются максимально налево, все открывающие двигаются максимально направо, значит, рано или поздно процесс остановится. Если всего n имеется этих скобок, то насколько долго может продлиться этот процесс? Ответ n-1. Почему? Возможна ситуация, когда n-1. Очень просто. Если у нас есть n открывающих скобок и одна скрывающая, то совершенно понятно, что она так и пойдет, да? Пойдет, 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 и займет это ровно n-1 тактов. Теперь вопрос. А почему никогда не бывает дольше? Утверждение. Если у нас есть любая картинка из скобок, и там где-то закрывающая скобка, и перед ней некоторое количество скобок, то, подальше внимательно слушайте, эта скобка встанет на свое место не больше, чем за вот столько тактов, где это количество скобок перед ней. Для того, чтобы это стало еще понятнее, давайте сделаем так. Пусть количество открывающих скобок, которые здесь стоят, будет обозначено буквой а. А если там есть закрывающие, пусть их количество будет обозначено буквой б. Тогда всего скобок а плюс б. Так вот, надо доказать, что вот эта вот скобка сделает не больше, чем, дойдет за время не больше, чем а плюс б. То есть через а плюс б тактов она точно окажется на положении, из которого уже никогда больше не сдвинется все образно. Поскольку а плюс б никогда не бывает больше, чем н минус один, то на этом все будет сделано. Так, оказывается, доказать это очень легко. Смотрите, индукция по б. Если б равно нулю, то у нас вот ровная ситуация. Имеются только открывающие скобки, закрывающие, и она идет без сопротивления, без задержек. Идет, 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 и ровно за а операцией доходит до конца. Теперь давайте думаем. Пусть есть общая ситуация. Что тогда может быть? Ну, тогда может быть так. Либо перед ней стоит открывающая скобка, либо перед ней стоит закрывающая скобка. Давайте посмотрим сначала ситуацию, когда перед ней стоит скобка открывающая. Ребята, значит, тогда все очевидно. Потому что после первого такта эта скобка сдвинется сюда, и количество перед ней уменьшится на единицу, и по индукции все у нас уже идиотно. Мы доказываем, что количество такта будет не больше, чем количество скобок. Вот, значит, если стоит здесь открывающая скобка, это все очевидно. Дальше хуже. Пусть все-таки непосредственно перед ней стоит закрывающая скобка. Смотрите. Тогда эта закрывающая скобка, сколько перед собой видит? А плюс В минус один, правда? А плюс В минус один. И значит, по предположению индукции, за А плюс В минус один она встанет на место. Так? Это понятно. Но, внимание, для того, чтобы встать на место, так, но если ее место здесь, то уже все хорошо, тогда я уже стою на месте. Но если ее место не здесь, а все-таки чуть-чуть левее, она должна сделать один или больше шагов. И как только она сделает шажочек, то произойдет замечательная вещь. Она сделала шаг сюда, А здесь оказалась кто? Открывающая скобка. И внимание, ребята. После этого эти скобки никогда дальше друг от друга не окажутся. Может быть, что это потом притормозит, тогда ее опять так будет, это пожалуйста. Но больше, чем в единицу расстояние между ними не будет. Потому что пока перед ней есть открывающая скобка, она всегда будет двигаться. А эта движется тоже не быстрее, чем. Замечательно. Значит, вот эта вот встанет на свое место за А плюс Б минус один или меньшее количество расстояния. А эта будет от нее не дальше, чем на единицу. Ну и значит, еще за одну операцию. Она встанет на свое место, за одну операцию, значит, будет еще единичка и всего А плюс Б. Доказал? Доказал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...